Вам знакомо болит? Болит периодически у многих людей, особенно у тех, кто не знаком с особенностями здорового образа жизни. Кто не знает, как себя правильно вести в современной экологии. Тем более, что темп жизни сегодня очень высок. Стрессовая активность очень высока. Скорость движения, соответственно, вы понимаете, насколько выше, чем это было 50-100 лет назад. И вы понимаете, что нужно знать, как себя вести, как обеспечить себе правильное питание и все остальное в этих непростых условиях. А что такое боль? Ну, фактически боль это сигнал о неблагополучии в вашем организме. Ну, пример из жизни. Вы спокойно сидите дома, вдруг слышите с улицы, кричит ваш сосед, вызывает вас, горит ваша машина. Что вы делаете? Ваши действия. Вы высовываетесь в окно и обкладываете соседа всеми словами национального диалекта. Вы вкладываете беруши в уши, чтобы не слышать эти крики, которые мешают вам отдыхать. Или вы бегом летите к соседу с чувством благодарности огромным, помочь ему тушить вашу машину. А по дороге еще вызываете МЧС, чтобы вам специалисты помогли в этом вопросе. Вы же понимаете, что боль это место катастрофы в вашем организме фактически. И реагировать на нее обезболивающими? Прекрасно. Беруши в уши это классно. Обложить соседа матом великолепно. Вопрос. Что будет с вашей машиной в этих условиях? Вы же прекрасно понимаете, что где бы ни возникла катастрофа, то ли это на улице в гараже, то ли это в вашем собственном организме, нужно реагировать на ситуацию. Нужно помочь потушить пожар, а желательно еще и предупредить. Потому что устранить боль это классно. А предупредить это вдвойне лучше. Потому что качество жизни у вас другое. Без боли. Он же по большому счету, боль не всегда показывает на место катастрофы. Боль часто отраженная. И вы дезориентированы. Сосед вам кричит, тушить нужно машину. А реально у вас горит на кухне украинский борщ. Ситуации могут быть разные. Дым в любом случае идет. Причина разная. Давайте разберемся все-таки о конкретных видах боли. Чтобы вы понимали, где все-таки нужно прикладывать усилия. А где можно так, знаете, спустя рукава пройтись. Ну, очень часто бывает боль в пятке. Понимаю, люди ходят. За прямохождение нужно расплачиваться. И пятка может беспокоить. Но, как правило, это отраженная боль. Как правило, место основное проблемное не в пятке. Счастью, пятка не относится к жизненно важным органам. Часто это проблема в пояснице. Хотя поясница при этом может не болеть. Но там, как правило, зажат нерв и отраженная боль. Рецепторы показывают место. Немножко дезориентирует вас. Боль может быть и в большом пальце. Да, это более серьезная проблема. Тоже она вам не дает спать. Я вас прекрасно понимаю. Не походишь. В покое очень тяжело. Но чаще всего это местное отражение более серьезной проблемы. Под названием подагра. Если вам такое видео нужно, не вопрос. Видео о подагре у меня есть. Просмотрите. Это очень серьезная проблема. Когда уровень мочевой кислоты поднялся в крови. И почки не способны выводить полноценную мочевую кислоту. Да, будет накапливаться в суставах. Больше всего крови ходите вы ногами. Ходили бы руками, болел бы большой палец на руке. Так как вы ходите ножками и основная опорная нагрузка все-таки на большой палец. Вот туда больше всего мочевой кислоты откладывается. И там появляются самые неприятные проявления. Вы знаете, мочевая кислота при этом откладывается во всех органах и тканях вашего организма. И почки страдают те же от мочевой кислоты. И сердце, и мозг, и даже печень моя любимая. И мышцы, все страдает. Но снижать уровень мочевой кислоты нужно все-таки не напрягая хромые, больные, почки. Не родились без подагры. У вас склонность к подагре есть. У вас обмен веществ к этому склонен. Из какого-то периода времени эта склонность проявилась в реальном диагнозе, в реальном заболевании. И обмен веществ нужно менять. Усиливать, улучшать, омолаживать. А не просто выводить мочевую кислоту. Если появилась боль чуть выше в колене, в более молодом возрасте чаще всего это артрит. Постарше это артроз. В любом случае и то и другое состояние показывает на то, что в принципе ваш организм далек от совершенства. Артрит возникает в любом месте. Колени просто тоже нагружены достаточно хорошо. И когда токсические вещества, которые те же почки не смогли удалить, находятся в крови, они раздражают ткани суставов. Может быть артрит, может быть полиартрит. Без разницы. Где просто чем больше грязи в организме, тем больше суставов на это будут реагировать. Тем более активный образ жизни вы ведете, тем больше суставов будут поражаться. С возрастом, конечно, больше доминирует артроз. То есть это заболевание связанное, это же собственно не заболевание, это дистрофический процесс в суставе. Так как колени нагружены очень хорошо, то понятно, что там дистрофический процесс будет проявляться среди первых. Особенно у тех, кто занимался определенными видами спорта, например, футболисты. У них колени это их проблемная зона. И артроз потом развивается легко и просто. Хотя коленные суставы далеко не единственный вариант с артрозом. Понятно, что нагрузка не щадит и тазобедренные суставы. Там тоже может быть артроз. А лечиться, вы знаете, можно конечно лечить по отдельности суставы. Я знаю, как обеспечить вашим суставам правильное питание, заодно очищение крови. И не вопрос, и артрит, и артроз можно и предотвратить, и правильно лечить. Потому что очень дорогое удовольствие, знаете, не думать о своих суставах. Потому что один сустав, пересадка одного сустава, так по-скромному, это 5-10 тысяч долларов. Таких суставов у вас больше 200. Представляете, себестоимость вашего организма только по одним суставам. Больше 2 миллионов долларов. Но если вы попробуете пересадить все суставы, я вас уверяю, лет через 8-10 вам придется повторить процедуру. Потому что суставы, к сожалению, не вечны. В организме вашем суставы могут полноценно восстанавливаться. Артроз, правда, показывает, что вы не знаете, как это делать правильно. Как обеспечить правильное питание вашим суставам. Чтобы замена шла полноценно, и у вас не было явлений дистрофических в этих суставах. К сожалению, на пересаженные суставы правильное питание уже не влияет. Там только ваш банковский счет, возможность переставить сустав по-новому. Поставить новый сустав взамен использованным. И это правильно. Это понятно, что это нужно делать, потому что не ходить плохо. То есть малоподвижный образ жизни сразу ржавеет после суставов, ржавеют сосуды, сердце. Другие проблемы появляются. Для того, чтобы вы могли более правильно это делать, не вопрос, контакты вы видите. Вам нужно правильное питание. Пишите. Звоните. Очень часто вот эти все проблемы связаны, я уже обозначил это, с проблемами поясницы. Когда появляется боль в пояснице, это говорит о том, что там мышечно-связочный аппарат не в лучшем состоянии. Положение позвонков не в лучшем состоянии. И может нарушаться иннервация любых внутренних органов. И вы должны понимать, что боль в пояснице терпеть можно, конечно. Но лучше все-таки целенаправленно лечить. Это серьезная проблема, потому что страдают не только суставы. Страдает и потенция, у женщин страдает гинекология. У мужчин развивается легко на этом фоне простатит. У женщин развивается поликистоз яичников. Каждая из этих проблем в отдельности, появившись у одного из членов семьи, приводит к бесплодию. Это очень частые проблемы. Кстати, видео по бесплодию вы тоже можете найти на моем канале. Если вы уже подписались, не вопрос. Вам проще всего будет найти? Нет? Ущите по поисковым словам на ютубе. Найдете, просмотрите. Очень познавательное, интересное видео. Потому что бесплодие реально излечимо. В этих случаях. Потому что и хронический простатит, он нарушает качество спермы. А сперматозоиду, ой, какую нагрузку нужно выполнить, работу. Вам такое не снилось. Пролететь по грязи со скоростью 100 км в час. У вас ни один внедорожник не способен на это, а сперматозоид способен. И если у вас когда-то это получилось, если вы смотрите мое видео и вы не спам-робот. Кстати, хочу проверить. Если вы реальный человек, отметьтесь на этом видео. Поставьте какую-то оценку. Плюс или минус. Это от вас уже зависит. Как вам нравится это видео. Как я раскладываю боль. Это место катастрофы в вашем организме, напомню. Очень серьезная тема. Очень серьезная проблема. Поэтому боль в пояснице, ее нужно целенаправленно лечить. Потому что вы же понимаете, что таз это такие сросшиеся кости, которые обеспечивают основание вашего организма фактически. А на этом фундаменте стоит 25 позвонков. И если у вас проблема с тазом, проблема с поясницей, летит весь позвоночник. В восточной медицине считали столбцом золотых монет. Когда появилась боль в спине, я понимаю, что у вас золото может быть на банковском счету и есть. В здоровье этого незаметно. Потому что боль в спине летит весь организм. Вы же понимаете, что остеохадроз шейно-грудного и поясничного отдела позвоночника, он ставит крест на всей системе регуляции. Потому что рецепторы, которые показывают боль, фактически они собирают слишком много информации с вашего организма. И эти пропори-рецепторы они передают в нервную систему информацию. Там идет анализ и ответная реакция. Решение ситуации. Стоит вам принять обезболивающие, любые. Если вы фактически заглушили эту боль, заглушили сигнал, ваш организм дезориентирован, на периферии есть проблема, а вы об этом не знаете. Вам сосед кричит с улицы, горит машина, а у вас беруши в ушах. Вы не слышите этого. Вопрос. Сможет ли сосед без вашей помощи эффективно потушить вашу машину, если он в этом не заинтересован кровно? Нет. Она сгорит легко и просто. Так машина стоит десятки тысяч долларов, может быть сотни тысяч долларов. Ваша организм только по суставам стоит больше двух миллионов. Вы знаете, я недавно узнал, считал, что пересадка печени всего 50 тысяч долларов. Вы знаете, я ошибался. Оказывается, 50 тысяч долларов в сегодняшних ценах стоит только подготовка к этому. А сама операция стоит 250 тысяч долларов в Германии, да, так оперируют. Это очень дорогое удовольствие. Вы знаете, здоровье дорожает. Вопрос. Профилактика не дорожает. Профилактика, она была, есть и будет. Она лежит в площади здорового образа жизни, правильного питания. Которое, если вы делаете правильно, все хорошо. Если вы что-то не делаете правильно, ну, извините, ваш организм имеет право на это реагировать. И одна из реакций, это боль. Он и себе сигнализирует. Он сам, гипоталамус, там есть такой орган, который оценивает всю эту ситуацию. Он себе сигнализирует. Ну и вы послушали этот сигнал. Вопрос. Организм может помочь устранить боль или заложить сигнал? Ну, конечно, реакции бывают разные на проблемные ситуации. Можно, конечно, по методу страуса голову в песок. Ну, хорошо, если это пустыня. Или хороший, знаете, украинский чернозем спаханный. А если там более плотная поверхность, знаете, и лоб можно расшибить. Поэтому тут нужно просто понимать, что есть ситуация, есть проблема. Ну, бывает боль в правом боку, в левом подрепере, боль в области желудка. Тоже такая боль часто бывает. Ну, она показывает, указывает ситуацию, что ваш организм не самым лучшим образом, как правило, питается. Потому что тут основные органы системы пищеварения находятся. Они могут показывать, что да, в животе какая-то проблема. Но это не проблема. Раз есть боль, будьте реалистом. Боль это катастрофа, это уже серьезная проблема. И откладывать ее решение, конечно, можно, но не стоит. Потому что, в принципе, эта ситуация, ну, скажем так, не самая лучшая в вашем организме. Ну, как бы, вот эти ситуации, эти болевые явления, да, они не опасны для жизни чаще всего. Хотя, бывает острый живот, и там долго не побегаешь с этим. Вот. Бывают ситуации, такие, более неприятные. Скажем, чуть выше, боль в области сердца. Такая боль тоже бывает. И что вы делаете? Конечно, принимать обезболивающие нужно. Снять боль в области сердца, это важно, потому что жизненно важный орган, раз там катастрофа, то там катастрофа. Вопрос, чем закончится. Но, принимая любые обезболивающие, вы должны понять, что вам бригада МЧС нужна уже, ох, как нужна, и не сегодня, не сейчас, а вчера, а то и позавчера. Потому что, ну, сердце выполняет гигантскую работу. При выбрасывании за одно сокращение примерно 150 мл крови, казалось бы, господи, всего-то там ничего, да? Чуть меньше стакана. А таких сокращений за сутки около 100 тысяч. Умножьте, 1440 минут в сутках и средний пульс 70 ударов в минуту. Вы получите 100 тысяч сокращений в минуту. И вот эти 150 мл превращаются в 15 тонн за сутки. Представляете работу? Железнодорожная цистерна одна за четверо суток перекачивается сердцем. Представляете, на что указывает боль в области сердца? Насос вылетает. Да, замена насоса это здорово. Американцы делают около 2000 пересадок сердца. Но вы знаете, новое сердце еще никому не пересадили. Пересаживают бэушное. От человека, который погиб от другой причины. И это нужно понимать. Что это не самая простая ситуация в вашем организме. В вашем здоровье. Нужно целенаправленно лечить. И принимать просто таблетки это здорово. Но на сердце влияет вязкость крови. А на вязкость крови влияет ваш образ жизни. Ваша система питания. Ваше отношение к воде. К другим источникам жидкости. Если вы это все делаете правильно, я за вас спокоен. Если у вас появилась боль в области сердца, я понимаю, что не самые лучшие условия в вашем организме вы себе создали. Я думаю, что вам нужна более целенаправленная помощь. Бывает еще боль, конечно, в других местах. Очень часто головная боль беспокоит. Говорят, боль напряжения. Да, когда вы активно работаете головой, тут вам ваш организм подложил свинью в виде головной боли. Почему это происходит? Это, кстати, лучший вариант головной боли. Просто ваш мозг показывает, что он не получает кислород для обмена веществ. И питание у него не самое лучшее. На питание показывает и другая ситуация. Когда вы не обеспечили себе правильное питание. Депрессия называется. И снижение работоспособности. Они тоже показывают, что кровь не самое лучшее идет к мозгу. Что вы делаете? Принимаете антидепрессанты? Принимаете средства от головной боли? Ну, мой вам респект. Флагман, как говорится, в руки с таким образом жизни. Извиняюсь за грубость. Но, вы знаете, голова это жизненно важный орган вашего организма. И лечить, в кавычках, головную боль таким образом, ну, мягко выражаясь, неправильно. Потому что от состояния мозга, от его работоспособности, зависит все в вашем организме. И работа, в принципе, органов, знаете, поддержания такого уровня активности. И любая стрессовая нагрузка, которую люди сегодня привыкли применять своему организму, и не обеспечивать его правильным питанием. Вы знаете, когда люди готовятся к какому-то автомобильному пробегу, пробегу, там, допустим, авторалли Париж-Дакар, очень интересное, известное ралли, да. Я удивлюсь, если кто-то туда приедет на машине неподготовленной, чтобы в этих экстремальных условиях поездить активно. забудет про запчасти, про водителя классного, про штурмана хорошего, про систему сопровождения, там, техническую команду, да. Только самоубийца может поехать на Дакар в таких условиях. Все-таки участие в этой гонке не самое простое. и готовиться к ней нужно, готовиться к ней. Круглый год, целый год готовится для того, чтобы несколько дней поучаствовать в этом экстремальном путешествии. Вы меня извините, но жизнь сегодня очень напоминает этот ДК. Очень напоминает гонку по достаточно сложным условиям, когда вам хочется достичь большего, жить лучше. Я вас прекрасно понимаю. Но я не понимаю, когда вы для этого ничего не делаете. Вы хотите. А хотеть и мочь – это два разных глагола. Хотеть можно стать миллионером. Вот мочь стать миллионером, дожить до первого миллиона – это сложнее. Кстати, такие видео тоже есть на моем канале. Вы их можете посмотреть. Они оценивают состояние здоровья ваше, исходное, и ваши возможности или способности дожить до миллиона. Хорошо, если миллион в копейках. Там проще дожить. Вот тяжелее, если миллион в твердой валюте. Там в долларах, евро. Ситуации бывают разные в организме. Поэтому, если у вас где-то появилась боль, не закрывайте глаза на проблему. Если есть боль, ваш организм гласный. Он суперхороший. Он сигнализирует вам о том, что неприятность есть, проблема есть. Катастрофа случилась в вашем организме. И не реагировать на место катастрофы. Не помочь своему организму, во-первых, устранить те последствия, которые возникли в месте боли. А еще лучше предупредить дальнейшие катастрофы. Это было бы классно. Поэтому, если вам нужно больше информации, не вопрос. В контакте вы видите, обращайтесь. Если вам это видео каким-то образом принесло пользу, не забудьте отметить. Если у вас есть кто-то, кто страдает болью, неважно в каком месте, в каком органе, отправьте им это видео. Я думаю, что оно будет полезно многим. Вы поймете, что боль это великолепная вещь. Конечно, лучше, если она возникает на уровне удовольствия. То есть, небольшие поломки в вашем организме, которые он легко и просто ремонтирует без внешнего участия. Потому что поломки идут всегда. Если они не развились до состояния боли, ощущения, то в принципе, ваш организм с этой ситуацией справляется. Если где-то он не справляется, команда МЧС, она может выехать на помощь. Вопрос, чтобы они не просто потушили место катастрофы. Вопрос, восстановить это место, чтобы оно приносило вам не боль, а удовольствие. В том числе и по высокому качеству жизни. Наверное, это видео я буду заканчивать. Хочу, закончивая словами, крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И подумаю, какое видео я еще напишу на эту тему. Спасибо. Спасибо.